В минувшую субботу, 31 октября, в поселке Подъепольское был зафиксирован выброс рыбы на берег. Чтобы разобраться в причинах произошедшего в Шкотовский район, оперативно прибыли специалисты. Вчера мы получили вечером информацию о том, что в районе акватории морской поселка Подъепольска, что находится в Шкотовском районе, имеются выбросы рыбы. Вчера был организован сюда выезд наших специалистов, прежде всего с миниципалитета, для того, чтобы удостоверить этот факт. И действительно, факт подтвердился. Мы констатируем о том, что на прибрежной полосе, примерно длиной 100-150 метров, имели место выбросы рыбы, мелкой рыбы. И вот сегодня, с самого раннего утра, мы здесь работаем. Уже сейчас ученые готовы дать ответ. Специалисты уверены, причина произошедшего – это не следствие антропогенного воздействия или загрязнения окружающей среды. Причина природная – штормовые нагонные ветра способствуют выбросу ослабленных морских обитателей на берег. Выброшенная рыба – это не следствие какого-то антропогенного воздействия, не следствие загрязнения окружающей среды, ничего подобного. Это следствие именно штормовых нагонных ветров, которые выбрасывают эти виды, эту рыбу на берег. Дело в том, что виды, которые были обнаружены – это прибрежные виды, которые теплолюбивые, формируют скопления в зарослях травы, формируют скопления около уреза воды. Это мелкий анчоус молоть, это коносир, тоже молоть. Поэтому при высокой температуре образуется скопление, оно формирует стайки. При резком выхолаживании эти стайки получаются отрезаны в бухтах, отрезаны от моря. Соответственно, понижение температуры, рыба становится снулая, плохо реагирует. И потом после ветровых нагрузок, после ветров, штормов ее выбрасывает на берег. Подобные явления в природе – обычное дело. Я живу и работаю больше 40 лет, это повторяется почти ежегодно. Выбросы анчоуса, моевы, весной обычно эти явления, весной, осенью, когда меняется температура. Сотрудники Росрыболовства взяли несколько проб с места выброса для проведения исследования в лабораторных условиях. Тесты позволят определить поведение рыб перед гибелью. Екатерина Зверева, Стас Лазебный, Новости на Восьмом.